Друзья, всем привет! С вами Вячеслав Витик. Да, как часто бывает, интересных новостях, событиях в мире шахматного ютуба, да и соцсетей в целом, я узнаю от своих подписчиков. Да, и так вот получилось, что мне скинули сейчас, внимание, официальную жалобу, которую накатал товарищ Михайловский. И мне, конечно, есть что сказать. Вставлю свои пять копеек. К тому же, я сам играл в этом турнире. Да, кстати говоря, я его выиграл. Ну и давайте теперь, собственно, поговорим о том, что там настрочил Михайловский. Начну с того, что Михайловский прошел первый отбор. Там было два отбора и последний финал, так называемая великолепная семерка. Вот Михайловский прошел первый отбор. Ну и во втором, где нужно было попасть в первую семерку, он занял предпоследнее место, девятое место. Ну и, собственно, видимо, его эго не выдержало, да. И он решил накатать жалобу. Вкратце о жалобе. Ее вы можете прочитать, посмотреть это видео в группе ВКонтакте «Наш интерес в шахматы». Да. Ну, кому интересно, посмотрите, там пролистайте немножко ленту, и вы увидите сие, сие творение, да. Теперь, собственно, по самому содержанию данной жалобы. Смысл какой, друзья? Я вам объясню. Он играл несколько партий с шахматистом по фамилии Жук. Вот. Я так понял, да. И в одной из партий, в последней партии, судя по всему, отбора, второго отбора, у него была выигранная позиция, как я понимаю. Я не смотрел, ну, окей, поверим, да. У него была выигранная позиция, и вот Жук, нехороший такой человек, да, вот он решил не сдаваться. В итоге время, отведенное на турнир, закончилось. И, как вы понимаете, если время на турнир заканчивается, то партия, неважно, как вы ее сыграли, выиграли, проиграли, она уже не идет в зачет. Вот что, собственно, случилось и с товарищем Михайловским, да. Ну, дальше, конечно, тут вот у меня просто некоторые вещи там в голове не укладывается. Начинается его видео с того, что, мол, там, Жук его оскорбил, показывает скейншот, но в то же время подтверждает, что и он его оскорбил на стриме, назвав идиотом. Михайловский, я имею в виду. Жук там его назвал жирной свиньей, по-моему. Ну, чувак так, без комплексов, не стесняясь, выкладывает эти скейншоты, уповая на, скажем так, наверное, неэтичное поведение, при этом сам оскорбляет, да. Но не в том суть, он потом делает поправку. Поправку, друзья, тут дело не в этике. Так, а в чем же, собственно, дело, что не понравилось с Михайловским? Ну, как он считает, Жук каким-то образом нарушил спортивные правила, да, не спортивное поведение, да. То есть, где он это увидел? Большой вопрос, друзья. Ну, кто может быть не в курсе, я вам объясню, как устроена система на Личесе. Да и не только. Дается время на турнир, например, 40 минут, да. Все в равных условиях, да. Заканчивается время, все окей, не успел тогда играть партию, она не идет в расчет. С чего товарищ Михайловский взял, что ему должны сдаваться, да, либо там должны допустить тот факт, чтобы он выиграл там кого-то, да. Ну, с чего он взял, ну, пора товарищу Михайловскому повзрослеть немножко, вот эти вот пелену с глаз убрать и понять, что, во-первых, чувак, тебе никто ничего не обязан, во-вторых, человек имеет право не сдаваться, да. Там был аргумент, что, мол, до этого Михайловский с ним брал берсерк, тот типа на это обиделся и в безнадежной позиции не стал сдаваться. Имеет полное право, друзья. Никаких нарушений здесь нет, даже близко, но это абсурдно просто. Тут даже, понимаете, прицепиться не к чему. Вот что парадокс, я не знаю, что там в голове у Михайловского, но я же говорю, даже зацепиться не за что. Приведом простые примеры, ведь такое бывает не только там на нашем уровне, там в турнирах стримеров, да. Вспомните спидсес на Часкоме, где играла вся элита мировая, да. Ведь там тоже система, ну, по сути, очень похожая. Ну, только там матч, матчи шли, да. Ну, система такая же. Дается, например, час на один контроль, там, полтора на другой, и т.д. и т.п. И многие шахматисты, не только Накамура, специально задерживали время партии, ну, то есть, где-то не сдавались, где-то продлевали сопротивление, играли безнадежные позиции, хотя в любом другом случае они бы просто сдались, да. только для того, чтобы, по сути, зафиксировать результат, да. Затянуть время, дабы до окончания турнира осталось как можно меньше времени, и соперник теоретически не смог бы вас догнать. То есть, это тоже не спортивное поведение? Ну, нет, конечно, да. Есть правила, они одни для всех, как бы. Поэтому, да, это такие мелкие хитрости. Кому-то может это не понравиться, кто-то может сказать, нет, ну, как бы, это, мол, не совсем честно. Да, может, это и не совсем честно, но это не нарушает правил, вот, в принципе. Человек хочет так делать. Это, кстати, тоже, друзья, это фиксация результата, вот, это фиксация где-то денежного приза, что тоже, согласитесь, немаловажно. Есть такая возможность, да, соперник, любой человек имеет право так делать, да. Ничего в этом плохого нет. Да, и еще пару слов хотел сказать, ну, там, конечно, опять же, посмотрите это видео, эту жалобу, собственно, требования, что хочет Михайловский по отношению к Жуку. Там, ну, бред, я так пару слов скажу, там, подвергнуть обструкции за дисплативное поведение, исключить из всех возможных будущих турниров лиги шахматных стримеров, там, что-то там еще сделать, короче, там, четвертовать нужно Жука просто, вот он такой негодяй, я не дал Михайловскому ее мое пройти, пройти в главный финал, да, но, но фантастика, да, вот, ну, что еще хочется сказать, Михайловскому нужно реально повзрослеть, это первый момент, во-вторых, спуститься с небес, вот эта вот иллюзия о том, что у меня там столько-то подписчиков, там, за меня активно топят, это все, ну, реально, вот, как бы, может закончиться очень быстро, да, как было уже с одним известным шахматистом, блогером, да, это все иллюзия, за тебя топят, тебя смотрят, тебя поддерживают, пока ты зажигаешь, когда ты начинаешь косячить, очень быстро все это может закончиться, и все те, кто тебя вчера, блин, поднимал, да, до небес, да, от чего у тебя возникла абсолютно неадекватная самооценка, эти же люди могут тебя оттуда очень быстро спустить, вот, это я знаю реально не понаслышке, да, теперь, что касаемо, возможной реакции от, собственно, организаторов, лиги шахматных стримеров, те, кто будет рассматривать данную жалобу, вот, ну, я ни капли не сомневаюсь, что ответ будет отрицательный, вообще по всем пунктам, еще раз повторюсь, ни одного правила Жук не нарушил, вот, ну, а в дальнейшем могу вот дать такой небольшой, совет организаторам, нужно сделать практику, которая существует, в реальных шахматах, да, не в онлайн, недоволен ты решением судейской коллегии, пишешь жалобу, отправляешь заданную сумму, там, не знаю, тысячу рублей, например, да, жалоба рассматривается положительно, тебе эти деньги возвращают, жалоба, твою жалобу отклоняют, ну, соответственно, чувак, ну, ты эти деньги потерял, вот, дабы не было соблазна, подобных товарищей, как Михайловский, строчить там жалобу одну за другой, причем абсолютно абсурдную, отличная практика, мне кажется, ее пора вводить, тем более, в турнирах, где есть призы, да, друзья, ну, и, в концовке, тоже, такую вот новость, вам озвучу, уже вроде есть официальная договоренность, но не с Михайловским, но как раз, а матчи с Михайловским, изначально, когда мне предлагали, у меня было одно условие, вот, дабы минимизировать возможность счетчерства со стороны Михайловского, все вы знаете, как я к этому отношусь, у меня была идея сделать этот матч, ну, скажем так, с наблюдателем, например, да, с моей стороны какой-то наблюдатель, и, возможно, со стороны Михайловского, да, вот, но, в принципе, я уже не стал заморачиваться сильно, единственное условие мое сейчас, это, мне даже клятва там не нужна, друзья, ну, просто, дабы, как-то вот, все это было по справедливости, человек должен дать слово, условно говоря, я там, обязуюсь играть честно, да, понятно, что это слово, эта фраза ни к чему не обязывает, в принципе, но это, это вот мое условие, да, так что, друзья, следите за анонсами, возможно, в ближайшее время, вы увидите этот матч, вот, как мне кажется, он будет интересен, и зрителям, да, и не только зрителям, да, всем любителям шахмат, следите за анонсами, я думаю, что подобный матч, в ближайшее время, состоится, да, я надеюсь, что, я донес вам свою точку зрения, абсолютно абсурдная, жалоба, которую просто, ну, за такое реально нужно доказывать, ну, то есть, вот, на будущее, просто там, кидаешь жалобу, плати деньги, жалобу отклонили, чувак, у тебя на будущее, подобная охота пропадет, всем спасибо, всем пока, и до новых встреч,